Я про хлеб не поняла, то есть хлеб оставляется 32 часа? Все, все, что дети кушают, помидоры, огурец, яблоко, фрукты, без разницы, все хранится в холодильнике, конечно. Ну, я говорю про белый хлеб, можно ли им чуть больше белого хлеба? 30 грамм белого и 30 грамм черного. Но они не наедаются. Они его вообще не едят. Они его не едят, вы же тоже знаете. Белый они едят, черный они не едят. Сливочного масла у них нет. Есть у них нет сливочного масла. Бутерброд с маслом. Ну, вот сегодня не было, вчера не было. Могут они каждый день. А могут они свое сливочное масло приносить? Да они не могут свои продукты приносить, вы понимаете? А вы на что опираетесь, когда вы это говорите? Роспотребнадзор, требование Роспотребнадзора. То есть ребенок принес масло и отравился. А виноват это будет столовая, как будто столовая ему некачественную еду дала. Поняла, хорошо. А передачи могут передавать родители, там, фрукты, например, такое? Пускай передают, единственное, что скоропортящие, мы не принимаем. Ну, фрукты-то принимать? Пускай передают, если им мало фруктов, конечно. Хорошо. А что еще можно передавать? Ну, я говорю, скоропортящие, ничего нельзя. Они им передают и сладости. Ну, сладости, я думаю, что они сами покупают тоже сладости. И сладости передают? А из полезного? А? А из полезного что можно? Ну, например, что для вас полезное фрукты? Фрукты они получают, но родители никогда не давали фрукты. Фруктов много не бывает, ваше сами знаете. Ну, овощи тоже, это скоропортящие, тоже мы не можем. То есть фрукты можно, а овощи нет? Овощи нельзя. Мясо нельзя, сливочное масло ничего нельзя. Сливочное считается скоропортящиеся продукты. Это скоропортящиеся продукты, конечно. Где они будут их хранить? В моем холодильнике можно внизу. У них там есть холодильник? В холодильнике, там нету кухни. Хорошо. Столовая, да, но они могут хранить в моем холодильнике. Потому что холодильник не вырабатывается. Ага, поняла, хорошо. То есть у нас, понимаете, у нас сок, можно им в тетропаках? В тетропаках сок можно. Хорошо.